Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games и я приветствую вас в футбольном подкасте, который посвящен жеребьевке четвертьфиналов Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Состоялось это самое мероприятие у нас сегодня в 2 и в 3 часа дня, и поэтому я сейчас с вами попробую поговорить о результатах этой самой жеребьевки и то и другой. Просто вы многие в группе ВКонтакте просите Wabon, напиши свое мнение, что ты думаешь по этому поводу, поэтому я конечно же поддержу традицию и вот такой футбольный подкаст с вами сейчас проведу. Ну и давайте конечно с Лиги Чемпионов начнем, и здесь как таковых топовых пар у нас не образовалось. Ну под словом топ я подразумеваю конечно же встречи между Барселоной, Баварией и Мадридским Реалом, наверное, и вот как-то между тремя этими командами пересечения, потому что многие считают, что именно эти три команды будут между собой разыгрывать победителя Лиги Чемпионов. Все три команды разошлись между собой, они не встречаются, и наверное это даже к лучшему, потому что мы с вами увидим эпичные полуфиналы. Но давайте по порядку, Вольсбург будет противостоять Мадридскому Реалу, и сразу могу сказать, я бы не отдавал бы прям вот на 100% предпочтение в сторону Мадрида, и не отдавал бы ему сейчас победу и проход в полуфинал в этом самом противостоянии. Почему? Потому что матч против Ромы все-таки в какой-то степени показал, что Мадрид имеет определенные проблемы, и если правильно пользоваться ошибками игры в обороне Реала, то можно этот самый Реал обыгрывать и в двухматчевом противостоянии проходить. Вольсбург та команда, которая возможно на это не способна, но все-таки мы видели в этой Лиге Чемпионов, как Вольсбург может играть против именитых и сильных клубов. Поэтому Вольсбург будет иметь определенные шансы. Не факт, что, конечно, в итоге он получит и ими воспользуется, но все-таки здесь, конечно, предпочтение хочется отдавать Мадридскому Реалу, потому что просто по имени команда громче, выше и топовее будут полуфиналы с участием этого клуба. Ладно, едем дальше. Бавария-Бенфика. Здесь, я думаю, все понятно. Бавария не допустит тех ошибок, что совершила с Ювентусом, и, скорее всего, должна Бенфику проходить более-менее легко. Для Бенфики и так уже круто, что эта команда добралась до четвертьфинала. Без каких-либо супер громких имен, звезд, Бенфика в очередной раз показала всем, что она топ. Да, но против Баварии ей будет слишком тяжело, и я думаю, что здесь немцы, ну, не легко, но все-таки достаточно уверенно должны проходить в полуфинал. Ну, а куда же вообще без Баварии в полуфинале? Следующая пара претендует на пару номер один среди всех противостояний из четвертьфинальных. Это, конечно же, Барселона-Атлетика. Давнишние друзья, давнишние враги, скажем так, встречаются уже в четвертьфинале. И, давайте вспоминать, мы уже это видели не так давно в Лиге Чемпионов, да и в чемпионате Испании. И, опять же, здесь я бы сразу прям вот на 100% не отдавал бы преимущество в пользу каталонцев. Понятно, что Барселона сейчас на нереальном подъеме, просто каком-то сумасшедшем. Обыгрывают всех подряд, дома не проигрывают. И вообще Барселона, ну, топ из топов. Вот, но все-таки мы видели матч Барселона-Атлетика не так давно в чемпионате Испании, где мадридисты в девятером играли практически на равнов против этой сильной каталонской команды. И я надеюсь, что все-таки Атлетика вот сейчас из того, что осталось в Лиге Чемпионов, это один из моих фаворитов. Это та команда, которую я буду поддерживать. Вот, и вот именно игра, дух команды, и вообще-то, то есть, что внутри команды происходит, это вот, и что создал в Атлетика Диего Симеоне, это очень и очень круто. Поэтому я надеюсь, что Атлетика вот та команда, которая практически не сбавляет, да, и не теряет так, как даже мадридский Реал очки. И вот Атлетика дойдет до этих матчей в том же настрое, в той же форме, и тем более Атлетика знает, как обыгрывать Барселону, знает, как побеждать чемпионат Испании. И будем надеяться, что здесь мы увидим классное противостояние, хотя многие уже пишут, все, Барселона в полуфинале, да нет, ребят, ну о чем вы говорите? Нужно пройти Атлетика. Атлетика это очень и очень крепкая, сильная команда, которая вот действительно, именно она знает, как Барселону обыграть. Ну и последняя пара ПСЖ Манчестер Сити. И здесь предпочтение отдать кому-либо очень сложно. Хотя, опять-таки же, большинство и, наверное, в статусе фаворита к этой встрече подойдет парижский клуб. Лишь потому, что Манчестер Сити впервые оказался в четверть финале Лиги Чемпионов. Но это не значит, что эта команда из Англии будет чувствовать себя как-то не в своей тарелке. Я практически уверен, что второе противостояние парижан против английского клуба будет такое же упорное, как и было первое против Челси. И надеюсь, что все-таки Куна Гуэра и его партнеры соберутся и покажут интересную игру. А мы знаем, что Сити может это сделать. Единственная проблема, что там давление чемпионата идет. И там Сити может потерять место в Лиге Чемпионской зоне. Немножко это проблема для Сити, потому что к ним приходит Пеп Гвардиола, который без Лиги Чемпионов и Пеп Гвардиола. С другой стороны, Манчестер Юнайтед же оставался без Лиги Чемпионов и может остаться. Так что нам будет очень интересно следить за этой парой. И, кстати, я по-разному видел, как расположены команды, то есть эти четыре команды. Но я не видел, в какие дни кто из пар будет играть. Я очень надеюсь, что Барселону Атлетика и ПСЖ Манчестер Сити разведут по разные дни. И просто, ну, чтобы люди не попадали опять в ту же самую ситуацию, как была, когда играл Барселона с Арсеналом и Бавария с Ювентусом. Ну, потому что это просто нереально было, что выбирать, что смотреть, как бы. Ну, а здесь можно будет все-таки на Баварию и Бенфику, если ты не болеешь за эти команды, чуть меньше обратить внимание. То же самое с Вольфсбургом и Матрицким Реалом. А смотреть более топовые матчи Барселона Атлетика, ПСЖ Манчестер Сити. Хотя это абсолютно не значит, что имена покажут нам хорошую игру. Мы, может быть, увидим унылый Барселону с Атлетиком где-нибудь 0-0, там, что-нибудь 2-1 какие-нибудь. Ну, и 2-1 это еще более-менее интересно. 0-0-1-0, например, да. И Вольфсбург с Реалом там как начнут забивать друг дружки. То есть, все что угодно может быть. Вот такой расклад в Лиге Чемпионов мне видится. Я думаю, что нас ждут все-таки интересные четвертьфиналы. И классно, что, например, Вольфсбург с Бенфикой между собой не встретились. Потому что мы тогда могли получить булочку в полуфинале. А это плохо для Лиги Чемпионов. Я думаю, вы все здесь со мной согласны. Ну, и переходим к Лиге Европы. Здесь, ребята, здесь случилось страшное. С одной стороны, многие хотели бы видеть эти команды именно в финале. С другой стороны, вообще хорошо, что мы увидим это противостояние. Потому что оно действительно зачетное. И классно, что это противостояние будет двухматчевое. Я, естественно, говорю о матче Борусия Доркман против Ливерпуля. Команда бывшая Клопа, домашняя, родная команда Клопа, как говорится. И его нынешний Ливерпуль. И You Never Walk Alone, который исполняется и там, и там. И это вообще, я не представляю, что будет твориться на трибунах и на Энфилде, и в Доркмунде. И это, ну, ребята, вот я просто беру сейчас за голову и представляю противостояние. Черданцев написал, что Борусия Ливерпуль круче, чем все четвертьфиналы Лиги Чемпионов. И в какой-то степени он прав, конечно же. Лига Европы. Я уже говорил вам об этом. Турнир, который действительно поднимается и на уровень, и в клубы, которые, ну, вот, не очень хорошо выступают. Во внутреннем чемпионате, то есть в определенный момент, как Борусия, да, и Ливерпуль. Но вот зато такие классные команды теперь могут встретиться между собой в этом турнире, в четвертьфинале. И мы увидим двухматчевое противостояние. И будем надеяться, что оно будет интересное, эпичное, голевое. И будет все-таки крутая борьба. Очень бы хотелось бы на это посмотреть. Второй по значимости матч, наверное, все-таки Атлетик Сивилий. Здесь действующий победитель. И Атлетик, который очень крепко играет в этом турнире. И вчера он доказал, что даже не ломается ни при какой ситуации. Пускай там, может быть, подыграл рукой себе игрок Атлетика, когда они вот этот гол забивали, который их в итоге выводил, проиграв 2-1. Атлетика все равно пошел дальше. Но чисто испанское противостояние. Слишком много испанских клубов. И согласен с вами. Но ничего не поделаешь. Значит, вот такие расклады сил сейчас на данный момент в Европе. И вот опять очередное испанское противостояние между собой. Теперь оно есть и в Лиге Чемпионов, где Барселона играет против Атлетика. И здесь Атлетик с Сивилием тоже встречаются. Ну и еще две пары. Значит, Вилья Реал со Спарты. Спарта, которая просто всех по 3-0 выносит. И уже не знаешь, что от этой самой Спарты ожидать в этом турнире. И Вилья Реал, который, ну как всегда, тихо и сапы, потихонечку всех обыгрывая, доходит до достаточно высоких мест и высоких стадий. Так что здесь вот эти две темненькие лошадки между собой встречаются. Кто-то из них в полуфинале. И никому легко против них не будет. Я в этом практически уверен. То есть раньше мы Спарту чуть недооценивали до матча с Краснодаром. В матче с Краснодаром они показали себя. А в матче с Латсу они просто уже играли чуть ли не на каком-то другом уровне. Ну и последняя пара, которая будет интересна болельщикам из постсоветского пространства. Да, Шахтер здесь против Браги. Брага, ух, ребята, что она вчера с турками сделала. Я был шокирован, честно могу сказать. Приятно удивила эта команда. Ну и Шахтер, который пока вот по уровню, наверное, сравним по игре с Боруссией. То есть Шахтер играет очень уверенно в этой Лиге Европы. Спокойно побеждая в каждом матче. Я надеюсь, что здесь украинцы, конечно, пройдут дальше. И будет очень интересно на них уже в полуфинале посмотреть. А чем, как говорится, черт не шутит, может быть и в финале. Вот такой расклад в Лиге Европы. Два интереснейших турнира нас ожидают. Поэтому готовимся к просмотрам. Определенный период отдыхаем. Это даже хорошо. А потом две недели подряд сумасшедшие противостояния. Так что не забывайте, кстати, подписываться на канал, подписываться в группе ВКонтакте. Потому что эти все новости в группе появились намного раньше, чем появилось это видео. И до скорых встреч. Всем пока.